Мы встречали 1 мая. Были в штабе политуправления Чуйковской армии, это тоже все в Берлине. В это время Чуйковский командный пункт был уже почти около центра Берлина, Темпельгоф, аэродром. Он довольно близко к центру Берлина был, и вот там был командный пункт Чуйкова, и он был там на Темпельгофе. Встречали этот 1 мая, там был Вишневский, Симонов, Долматовский, Золин, Блантер, Ям, вот были и музыканты, и поэты, и журналисты, и другие еще какие-то были журналисты. Сидели ужинари, и вдруг звонит Чуйков и говорит, сегодня скоро сейчас ко мне привезут генерала Крепца, это последний начальник генерального штаба Гитлера. Приезжайте, кто может. И под утро мы приехали вот на этот командный пункт Чуйкова. Ну, мы вошли туда, а Крепц уже приехал. Ну, вот мы пришли в тот момент, когда Крепц говорит, 30 апреля наш фюрер Гитлер ушел из жизни, покончил самоубийство. А ему Чуйков говорит, а мы это знаем. Вот откуда вы это знаете? Мы знаем из американских источников. Крепц приехал просить перемирия, чтобы можно было привезти Денниса, потому что главой всей немецкой, так сказать, империи был Гитлером назначен адмирал Деннис. А он в это время был где-то в Гамбурге, где-то там на севере, там где сейчас давалась группа немецких войск. Чуйков докладывает Жукову, Жукову Сталину. Сталин оттуда передает приказ. Безоговорочные капитуляции, никаких привозов Денниса, никаких. Только безоговорочные капитуляции. Чуйков ему передает. Тот опять начинает уговаривать Чуйкова, что вот он же Геббельс не может заключать, потому что премьер-министр не может, глоба. Ну, он рассказывает, так сказать, ну, об их порядке, как это должно совершаться. Ник там Чуйков говорит, только безоговорочные капитуляции и ничего. Тогда Крэп встал и сказал, тогда мои солдаты будут драться до последнего. Такой торжественную стал позу, и вот произойдут такие слова. Встал Чуйков и сказал, хвала и честь той армии, солдаты которой дерутся до последнего. На нас это произвело совершенно невероятное впечатление. Вот в такой ситуации Чуйков отдает должное своему противнику. Вот тогда Крэпс попросил еще немножко отсрочки, пошли завтракать. Мы все пошли завтракать, там в соседней большая комната была, там были накрыты, накрыт стол, там мы все сидели вместе с Крэпсом. В это время уже солнце встало, это было первое мая, в это время уже приехал Соколовский генерал, он был заместителем Жукова, заместителем начальной команды еще первым Белорусским фронтом, который Жуков командовал. Вдруг, значит, Крэп встает, подходит к окну и говорит, сегодня 1 мая, это великий праздник наших народов. Он обращается к Соколовскому, потому что он выше чином, чем Чуйков, и говорит, значит, что вот это великий праздник наших народов. Соколовский отвечает, я не знаю, как у вашего народа, но у нашего народа сегодня действительно великий праздник. Он говорит, откуда вы так знаете? Хорошо русский Соколовский спрашивает у него. Во-первых, я помню вас, как вы укомандовали парадом в Соколовске, а я был тогда в военном атташе немецкого посольства в Москве. Крест попросил еще уединенного свидания с Соколовским и Чуйковым. Они ушли там в кабинет, но он опять стал там просить их. Ему все говорят, безоговорочные капитуляции. Раз Сталин сказал, значит, все. Он говорит, тогда дайте мне провод, чтобы вы сами поговорили с Геббельсом. Я привезу ваш провод, а вы с Геббельсом поговорите, сами ему скажите все. Ну, он говорит, давайте провод, пожалуйста, вам дадим. Ну, мы в это время вышли вот провожать Крепс, и Крепс уезжал, его провожал генерал Духанов, это был заместитель Чуйкова по 8-й гвардейской армии. И он повез его к фронту. И как только Крепс уехал, Чуйков дал приказ. Как только переедет фронт Крепс, из всех орудий и артиллерий бить по центру Берлина. Измолотить весь центр Берлина просто. И началась такая артиллерийская канонада. Наша артиллерия била по центру Берлина. Потом вот узнали, что в этот же день вечером покончил с собой Геббельс со своей семьей и Крепс. Они покончили самоубийством. Мы видели вот Крепса в последний день его жизни, вот перед тем, когда он был на переговорах у Чуйкова. Вот такие вот вещи, понимаете, мне, ну, посчастливилось просто быть свидетелем таких событий, которые, ну, совершенно так придумать невозможно. Это была жизнь полная и такого динамизма, и невероятная. И вот мы утром 2 мая с генералами, мы поехали в центр Берлина к Рейхстагу. Вот у меня есть фотография, где мы у горячего Рейхстага. Это было утром 2 мая. На следующий день мы уже были в центре Берлина у горячего Рейхстага. Кстати, там была напись «Мы из Ельца». Кто-то из наших солдат из Ельца расписался. «Мы из Ельца» было написано и том белым, и каким-то белым, так, а может, краской. Какой-то белый было ярко написано. Это потом снято всюду. Мы вот были тогда у Рейхстага, вот видели, мы зашли в имперскую канцелярию, мы ходили, пошли в кабинет Гитлера. Я рылся в его письменном столе, там было очень много всяких бумаг, и в частности, там было подготовлено очень много и поздравлений его немцам, которые прожили там с семьей 50 лет, золотая свадьба. Он, Гитлер, лично поздравлял все семьи, которые вот прожили там, муж и жена прожили 250 лет. И были подготовлены все эти поздравительные телеграммы. Вот это есть фотографии, я стою в имперской канцелярии в руках у меня все эти яйца, потом выкинул, тёрт, кому они нужны были. Это было 7 или 8 мая. Генерал Духанов говорит, мне, Блантеру, Симону и Толматовскому, поедемте на Берлинскую радиостанцию. Ну, с удовольствием поедем. И мы все сели в машины и поехали на эту Берлинскую радиостанцию. Мы приехали на эту радиостанцию, там уже хозяйничали наши офицеры. Генерал Духанов распорядился. Поэты будут читать свои стихотворения, а композиторы будут петь свои песни. И сейчас подготовьте, пожалуйста, мы из Берлина сейчас дадим первую передачу на весь мир. Вот наших русских поэтов и русских композиторов. Вот вам, так сказать, всё, что связано с такими короткими такими впечатлениями от моей военной поры.